Друзья, только у нас Думал, скажешь, сёстры, братья Неполживая правда События, происходящих на Гач Секундус Ну, либо мы говорим, что у нас Да Мы неполживую правду рассказываем Сами вам Никому нельзя верить, только нам Только нам Что же там такое происходит, Михаил, на Гач Секундус? Нашествие нурглитов у нас Причем не просто, гениальный план Достойный великих, потому что Напоминаю, что поверхность Не все, некоторые думают, что все поверхности Это просто одна равнина Только события у нас сейчас разворачиваются Под две равнины, потому что Тау благополучно Подожгли всю эту равнину, она до сих пор горит Уже практически год И все находятся в подземельях Там типа умирают в недостатке ресурсов Подкреплений и прочего Но нурглиты как бы сидели на орбите Сидели на орбите, руководит ими Фрэнк И он такой, ну типа классный план Знаете что, мы просто Проломимся через потолок Ну или через пол, зависит от какой стороны смотреть Не бегать же в одиночестве На одной стороне Да, как-то грустно И просто нурглиты решили долбануться Пробилив по сути поверхность И как орки, кстати, десантируются Те зеленые шорки И в принципе, как бы они десантировались уже Но, во-первых, другие фракции у нас готовы Ну, относительно готовы к появлению их И будут пытаться остановить нурглитов к высадке Ну и второй момент Напоминаю, что наверху у нас все еще горит Вот этот вот самый текущий кам Горящий Вот, и как бы так Проверхность Пороломлена В этом месте он начинает стекать вниз И снизу начинает тоже все гореть И это у нас, собственно, будет в миссии тоже Механизированная рота Фрэнка Механизированный главный у нас Это Тифон и Феллблейд присутствует Сам Фрэнк в 10 терминаторах здесь стоит Мисс Олендер Хаулеры Да Хаулеры Наша артиллерия Хаулеры И немножечко пацанов в ринке Справа от меня демоны Дарк Апостол Дарк Апостол Михаил с той стороны Он ведет своих механиков вперед Против него там находятся какие-то подгорелые сестры Копченые Тао Здесь пропуск Ставится, ставится Значит, у нас здесь рыцари Механикус Меня слева поджимают союзные орки Механикус Находятся сестры, предавшие императора Хаоситы Это, как он? Кира? Кира? Титан Титан? Китан Китан Вот, против нас какие-то предавшие Хаоситы два раза Здесь у нас БТ-шники Блады И еще предавшие два раза Хаоситы Какая жесть происходит Какие-то широкие достаточно проломы, в которые мы влезли У нас там 4К-контингент Есть союзные всякие детачи Вот, все туда рвемся И, как бы, суть происходящего по миссии То, что в конце хода У тебя на 4, да, дюйма? Да, на 4 сдвигается зона Кама С двух сторон То есть с диплойки нашей С диплойки оппонента Сужается, как бы, нормальная зона А там, где Кам Юниты, которые заканчивают там ход Получают столько марталок, сколько у них в профиле прописано Понимаете теперь, почему мы не хотим ходить по поверхности? Да, ну, типа, то есть пережить можно ходик Но с трудом, и не всем И один ходик только в основном Вот, так что, да, типа Надо идти к центру в любом случае Ну и смысл миссии в том, что У нас как раз нурглиты пытаются захватить районы Соответственно, просто удержание центральной линии Самое, что мы преследуем на конец игры Кто, короче, останется к пятному ходу В этой тоненькой говняной линии Тот поскорит Буквально говняной линии На первый ход войска Фрэнка сдвинулись Феллблейд Слева выехал Тифон Здесь, артиллерия вперед подвигалась Потому что напоминаю, что Кам сливается со стен на 4 дюйма Мы должны уйти от него Наша главная цель Механикум, который здесь встал против нас Как видите, их стало гораздо меньше Мы уничтожили дюнк-роллера Или как там, манагера Уничтожили немножко пацанов, которые здесь были Вот такие вот механоиды В общем, практически все наши, кто мог стрелять Почти 4 тысячи Просто они нигилировали здесь на механикус Правого фланга маршируют демоны Ничем не занимались Мне помогали кубы кидать Михаил здесь своими механикусами Сестерка копченых Уже вон там половина исчезла Слева маршируют орки Вперед, пару волков убили Что происходит там, вдали Я хрен не знаю Продвинули вперед И заговорили сразу Тяжелые орудия Прям там такая артиллерия Тифон едет И долбит Народ, конечно, немножко в шоке Потому что Когда с 4 тысячи Начинают там разносить механикус Ну так-то там тоже 4 тысячи Только они в разнобойку все Они немножко поделены на своей детачке Но в целом То, что мы ходим пирами Это позволяет нам прям То, что мы можем надолбить Немножко С другой стороны Противники могут Часть своих армий Спокойно спрятать Вот Олег просто идет вперед С своими демонами Он еще трезвый на тот момент Пока еще Все свои недостатки Но правда Сестры, которые напротив меня Они вообще как бы страха нет У них за руинами Один отряд ставил буквально Все остальное Типа просто в голом поле Потому что они хотят вперед ехать И делают пыш-пыш Вот Поэтому я смог в принципе там Что-то даже поломать Я сломал танк Своего танка Неожиданно Ты рад? Да Медальку такую сразу Приварил себе Зарубку сделал Ход противника Все сосредоточили Огонь на мне Закинули мне в хвост Дреднайта Он ничего не сделал Там три ранки снял Здесь вышла куча парней Эрдикаторов Мы по вероочели одного Упили Они нам не нахрен Распароли Двух Одного в гильде Оставили при поддержке Здесь союзных механиков Сломали ринку парня Высыпались Но как-то что-то Снайпера стреляли в наших парней И там всего лишь одну вунду Сняли Одного парняка убили Еще ранку Пришел Дреднайт Сука всех убивал Наших хаулеров И воткнулся В Тифун Все остальное Как-то не особо Что-то Ну там Например ХСМ Они Себя пактами убивали. Вот, ооо, Тау, что Тау? Тау ничего сделали, а сестры сами убиваются от Мишу. Красавчики. Слева у орков убрали большую чачу негодяя. Что происходит там, понятия не имею. И тут, наверное, самое неприятное, то, что Дреднайт проскочил, причем там был чардж приличный, и по сути он этим Тифона похоронил, потому что даже если он будет отъезжать, что-то еще, а там с той стороны как бы кам. Ему даже подчарджиться некого, кроме Дреднайта никого не пришло, он оттуда не может отъехать. То есть, по сути, сейчас нам нужно заход разобрать Дреднайта всеми другими чуваками и нормально отстеляться последний раз с Тифоном и забыть о нем. И сгореть в камне. Не, на самом деле сразу скажем, у нас есть там условия миссии, что у нас подкрепление будет, то есть типа половина уничтоженных юнитов будет возвращаться на третий ход, вот. Так что да, Тифон еще есть шанс у него, у него может умереть дважды. Но тем не менее, я ожидал 4 игрока против меня, все сконцентрированы на мне, а у меня много очков похоронено в этих больших юнитах, Тифон плюс Филблейд, но как бы я нормально более-менее пережил. Вот если бы реально не этот чардж, я прям чувствовал себя сухо и комфортно на самом деле. Ну да, Тифон бы спокойно бы ездил, бы еще бы стрелял дальше. Так, ну, в принципе нормально. У нас, в принципе, на всех флангах относительно нормальная ситуация. Ну, кроме того, что там Олегу больно дали, но он такой ха-ха и он уже пьяный на этот момент, так что ему уже нормально. Он уже не чувствует, да. Сестры побежали ко мне вперед, а на левом фланге у нас там, в принципе, месиво нормальное пошло вроде у ребят. Так что пока классно. Наш второй ход мы, к сожалению, потеряли здесь от Кама наш Тифон. Он не смог выехать из-за того, что здесь его облочил сраный Дреднайт. Но мы его размочили из всего, из лазок, из огнеметов, короче, кончили его. Хорошо постреляли, убрали практически всех ХСН, там всю технику. У них осталось только три пацана, которые жалко отступают от нашего пацана одной ранги, от нашего Хауэра. Много кто взрывался, забавно. Все развалили, чертую матери. К сожалению, не зачеркнулись этими. Здесь сломали всех этих радикаторов с САНа, взолочили этот. К нам прилетели вот такие вот сейчас парни. А отступаем, естественно, от волны Кама, которая уже на 8 подошла, поэтому и слезала, собственно, наш танк. Так как механикумы уже закончились на тот момент, ну, так, там какие-то огрызки, я перевел взгляд на ХСН. И в Филблейд я понял, что все-таки кроме двух выстрелов главного орудия, который ни о чем, типа, Акселерейтед Кэннон, там 14 силы минус 4, шестой дамаг, но там еще 8 лазок, а там пушка как у Виндикатора и ХБшка еще. Да. Становится гораздо интереснее, он просто такой, типа, сюда главное орудие, сюда лазки, сюда лазки и там... И большая пушка тоже это. И большая пушка, и три танка минус. Как бы там шел этот блоб с стритноутом, который всех обмазывает, значит, всеми пактами. Но, правда, минус тоже все равно, конечно, он стоит, типа, что там сколько, 800 очков? А сломал ты за стрельбу, типа, 400? Факт. Он, к сожалению, слишком дорогой, но пока он успешно отстреливает все равно. И очень неплохо стрельнул, конечно, Тифон последний раз. Вот, в целом, как бы, отлично ведем борьбу, сейчас, конечно, посмотрим, как вдарят противники, но в целом мы им нанесли по центру, здесь, там, такие, потерянные... Ну, да. Как у тебя на правом фланге, ты там, сестер бедных вообще портал? Ну, у меня нормально прям пошло, потому что они влетели в меня, как на прошлом ходу, так и урона очень мало очень нанесли, и я спокойно на этот ход еще их раскидал, типа. Там осталось, в принципе, у сестер очень мало войск, в принципе. А подожди, короче, с этого, с этого бока камп течет, а с... Нет, с краешка нет, мы чистая линия. Вот, как начнете, чистая линия, мороженое? Да, стоп, это мороженое? Чистая линия, да. Я думал, с косметикой. Косметика? И косметика есть. Слушайте, чистая линия, косметика или мороженое? Напишите на это. Что у нас там вообще? На второй ход жестоко издевались над моими плагмариночками, но убили всего двух. Пришли всеми, здесь лорд пришел, мастер в экзекьюшн, этот техмариночек, механикус, плюс их доминус. Пауфайт фест убили нахрен всех, осталось только с ракебузой. Зато здесь термиаторов мне размочили с помощью дредноута и серых рыцарей, в одной ранее оставили дредноута. Этого сломали до этого. Солотники сломали здесь мой, к сожалению, кроулер. И рассыпались плагмариночки, просто их давили гусеницами, и гусеницы повторно. Они до пяти ран съездили, пацана. Но самое неприятное на левом фланге. Пришел прокачанный какой-то дед, на пси, короче, отломал. Ну, у него, чтобы вы понимаете, мне пришло 9 атак с пятым дамагом, там, что-то четвертый АП, вот. Парень кончился сразу. Самое лучшее, наверное, в ходу противника, это то, что они пришли в моих плагмаринов, в файт фест, просто, типа, там, накидали кучу чуваков, и от них никого не осталось к моменту своей активации. Но! Тут... А то, это волна, которая уже, как бы, вас немножко в свое время накатила на вас. Да. Вот, но теперь вы в прямом эфире видели, когда все конвенции были нарушены. Просто растоптаны, потому что из-за края экрана, где вообще ничего нет, вдруг прибегает какой-то прокачанный хер и отбивается в жопу моего танка. Вот. А Михаил в это время находится в комнате с другим молодым человеком и не видит, как правила нарушаются. Да, 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 да. У нас тут произошло кое-что. На всякий случай, поясним, из-за того, что столы слишком большие. Это нерегулярно так, но, типа, из-за того, что столы, он слишком большие, у нас, если я правильно понимаю, у нас 12 на 12, по-моему, мы играем. Или 11 на 11, короче, то есть у нас, типа, ну, это, вы представляете, какой-то ужас. Поэтому у нас там жестко прописано по регламенту, что, типа, чтобы переключаться на другого оппонента, ты должен вначале разобраться с оппонентом, который напротив себя находится. Плюс, не забываем, что есть возрождение, то есть на третий ход оппоненты, ну, типа, половина войска оппонента возродится. Ну, вот, то есть это такое, а тут уже пошли какие-то у нас росточки, кто-то у нас залезает не на свою четверть. Денис, почему ты не смог отставить свое очко? Да я, вроде, сначала как-то такой, алло, а он опять. Я такой, ну, видимо, молодой человек уверен в своих... Ваня получишь по жопе за это. Но, тем не менее, очень смешно, что просто, конечно, какой-то там чувачок приезжает на ослики, такой, бинь-бинь-бинь, все, танка вообще абсолютно нет. Ну, на самом деле, проблема супер-хэви танков в том, что у них живучести, к сожалению, нету. У них можно попытаться с некоторыми там детальщинками марскими их немножко раскачать и все такое, но проблема в том, что у них стоимость их космическая. Ну, типа, то есть он стоит, как Х-6, типа, танков, или даже Х-7, танков просто каких-нибудь, типа, а-ля, там, какого-нибудь гладиатора, да. Но живучести там, как у двух, типа, гладиаторов, ну, ладно, может быть, типа, у двух с половиной. И сломать их, на самом деле, особой проблемой не сломать, если есть нормальный анти-тех, хотел сказать, да, анти-тех, не анти-тех, вот. Это, да, их нельзя ни в коем случае подставлять по удару от стрельбы, на удивление, что я что думал, что их стрельбу снесут. Ну, грубо говоря, я там более-менее контролировал рядом с ним, что происходит, поэтому я отсюда удара не боялся. А там, как бы, из края экрана пришел чувак, который никак контролировать не мог, он там с орками сражался, и все. Ну, вот так вот, все сломали. Ну, зато у меня все хорошо происходит, как бы, ход противника, противник понес больше урона, чем я. Ну, там чуть-чуть покоцали моих ребят, но там просто смешно, что прилетает урон в моих роботов. Мои роботы смогли сделать вообще, я просто проорался, потому что я прямо говорю, что, типа, в роботов нет смысла стрелять пулеметной стрельбой, потому что на шестерке они возвращают марталки. Хорошо. И сестры стреляют в них ракетами с этого органа. Идеальная стрельба против них. Заносят мне 4 сейва. Я откидываю 3, 2 из которых шестерки, то есть возвращаются 2 марталки в танк, и 1 за счет артефакта меха превращается в нулевой дамаг. Я не специально это сделал в этот момент, ну, то есть там прям набожил, набожил на кубах прям идеально. Но при этом у меня умудряются джампакерши, еле пробивающие моего краба, все, что они его пробивают, все я не откидываю ни от никаких сейвов. Но проблема в том, что это очень мало, типа, что они прокидывают. Потому что, а там, типа, у него второй сейв, типа, или какой-то, ему тяжело достаточно подохнуть под такими атаками. А они такие третьей силой, такие, ээ, его бьют, но пробивают даже, у него постепенно вунды кончаются. Наш третий ход, пришли к подкреплениям, авиация пришла, пришел еще один Тифон, еще один Фелчон. И в целом мы просто перевернули все к черту матери. На всем этом протяжении поля нет ни одной живой модели противника, уничтожили все. Правда, взорвался вот этот негодейский лэнд-дровер и уничтожил тут пару пацанов, шесть сюда нахрен, один сюда. Даже подранил здесь, бежали какие-то кх-кх-кх-кх-кх-челзные кризисы. Вот, Олег собирается, мне тоже пришли какие-то скрепления, Михаил идет того фланга, помогать кому-то, не знаю. Ну, ничего, пришел обратно Феллблейд, вот, и пострелял, как бы, естественно, Тифон тоже пришел обратно. Третий ход, возвращается, как напоминаем, половина армии. И, да, там, я думаю, даже, в принципе, если бы мне не пришли эти все резервы, от противника мало чего к этому ходу осталось, потому что, в целом, как бы, я 4 тысячи эти вражеские разносил. Да, но проблема в том, что, да, они возрождаются после, то есть сейчас наше возрождение, потом их пойдет. И они из полного полуармии мировые получаются. Да, то есть они фактически половину возрождают. У меня прямо сейчас произошло, типа, ор с моей стороны, потому что, знаете, сколько я возродил юнитов на наш третий ход? Ноль. У меня, ну, кроме робота, все побитые, но никто не мертвый, вообще ничего у меня мертвого. Ну, как бы, это вроде бы хорошо, но плохо, что я ничего не могу воскресить вообще. Вот. А идеально получилось, что сестры, которые напротив меня, полностью аннигилировались, причем это сами. Они сделали, то есть они сами разбились специально мои юниты на мой ход, получается. Хитрые женщины. И воскрешают ровно половину, потому что там ровное количество юнитов, там четное количество юнитов. У нас что, округление вниз? То есть если у вас одна модель, то она не восстановится один юнит. Вот. И, то есть, типа, ровно половина сестер сейчас воскрешаются передо мной. Типа, а у меня, на самом деле, это убито гораздо больше половины ростера, просто оно у меня все покоцанное, типа. У меня не до битки, типа. И мне, возможно, в жопу сейчас прилетит, в лицо очень больно прилетит, потому что, напоминаю, что у нас можно выходить с этой границы Кама, а не с края. А Кам-то уже сузился. Там-то уже 12 дюймов сейчас у нас получается. И очень маленькая уже зона остается в центре. И сейчас в упор ко мне вот сейчас выйдут всякие там эти джампакерши, эти варсюты и прочее, что у них там есть. Но у Дениса уже как-то каша просто началась, на самом деле, на твоей стороне. Да, там видевать некуда, и такое, ну, смешно, но окей. Да. На треть ход противника вышли их резервы. Здесь два дренать-пла вместе с этим негодяем, который все разрушает. Он сломал оба моих танка. Здесь там вели лагокастера вместе с отрядом. Но, смотрите, все еще Фрэнк, его отряд остались. Они отбились, к ним прибегал лорд. И даже здесь пацанов отбили. Тут, конечно же, нам эрадикаторы все уничтожили сразу. Танечка у нас тут был, его тоже уничтожили. Пришел к нам парень, чемпион какой-то там, который убил двоих. Мы с ним подрались, там вандуем мы сняли. Ну, естественно, все это вернувшиеся устроил нам такой альфа-страйк. Прям в упор. Да. Бэм, все убрало. Но я поражен, что Фрэнк своим отрядом терминаторов все еще живы. Там, правда, бежит вот этот чувак, который может весь отряд перемолоть. Не, ну они могут пережить, на самом деле. Но, знаешь, что смешное? Догадайся, кто под сколько понес потерь. Я понес ноль потерь почти. То есть, высший альфа-страйк-сестер рисовал на броне у тебя там, типа, залубки и... Да, ну, типа, например, их ворсюты вошли в моих роботов-костелянов, добили одного костеляна в одной в Индии остававшегося, если я правильно помню, и благополучно почти умерли. Но я стал, правда, у меня начался полный рак кубов. То есть, чтобы вы понимали, полный отряд костелянов, если я сейчас... То есть, а противник умирает с твоего рака кубов? Ну да, ну там я что-то доношу, то есть, должно умирать гораздо больше. То есть, я своими костелянами атакую, типа, они у меня попадают на 3+, пробивают на 4, ой, на 3+, тоже этих ворсютов. Но там мы начинаем орать уже в этот момент, потому что это какая-то дурка происходит, потому что я кидаю кубы, и вот эти вот 3+, бросок у меня срабатывает как 4+, и второй как 4+. И я доношу, типа, в среднем где-то 3 сейва с 4-х роботов. То есть, это вообще прям, типа, это близко даже не статистика, я не понимаю, что там происходит. Вот именно на роботах, причем остальные все нормально стреляют, типа, кто стреляет, все нормально. Роботы дерутся просто почему-то отвратительно, при том, что должны нормально, и стреляют они также почему-то отвратительно. Я чувствую, какая-то хрень пошла полная, но процеловых и даются хорошо. Вот, но Настя уже, вначале она как бы грустила, потому что у нее армия кончилась, но она возродилась вроде нормально, а потом стала ржать моими кубами, типа, ну, это реально какая-то дурка, когда у тебя, если я правильно помню, если можно ошибаться, но, по-моему, под нужным этим у меня, как его, датасмит у меня поменял он протокол, соответственно, у них, по-моему, по 5 атак, типа, с каждого робота, из 20 атак я доношу 3. Ну, типа, это вообще какой-то дебилизм полный, типа, я не должен доносить 3, я должен больше доносить. Вот, причем, а зато эти у меня какие-нибудь скитари такие, пук-пук, смотри, занес тебе все, блин. Ну, а? Зато Краб молодец, не сдох до сих пор. Потому что все еще на броне рисует залог? Да, да, да. Не, ну, Краб мерзкий, он вообще отвратительный, он мало того, что он обладает сам 4-ым инвулем, он еще и раздает 4-ый инвуль рядом, и это прямо мерзость, они живут за счет этого, но, как бы, помянем, зато мы его практически этого, как его зовут? Аглибастер, да. Он с уголка стоял, и в него прям бобо пришло. Четвертый наш ход, несмотря на жесточайшие потери, мы отступили в это здание Фрэнком, бьемся там с вражеским, короче, там стоит командор, вот. Также даем этого парня, тут сломали всех, кого могли, был какой-то чувак крылатый, мы его убили, чуть-чуть поставили вердикатор, а сейчас их там дожимают лагмари, щеки. И, к сожалению, не то, что много набили МХТХ, там прям командир очень защищен. Наш пятый ход, мы там что-то походили, Фрэнком нас поверочили так, что у нас осталось 2 модели, ну и понятно, что на пятый ход противника они уничтожили. Самолет у меня туда улетел, понятно тоже, что ничего не сделает, и тоже умрет. За счет того, что у противника второй ход, они все умерли, они свои половинки все вытащили, наставили на стол и просто тут, собственно, ими остались. О, Фрэнк пытался уйти от этого крутого чувака на волке, пришел к другому нарушителю женевских конвенций, какие-то Тау, не закончив с демонами, которые у него были против них, пришли ко мне там. Причем, я такой, ну, этот Тау, командор, может быть, там, типа, терминаторы с ним могут что-то сделать. А там начинается эта магия, там, 4-4, там, 4-4, там, 4-4, там, 4-4, там, 4-4, там, 4-4, дронов уже нет, и все равно магия продолжается, да. Фу-ка-а-а, вот, короче, парень серьезный, там, он вообще ран не получил ничего после того, как мы отбились, понял. Ну, и там, понятно, на пятый ход был уже в целом даже, как будто все собрались вокруг меня такие, все со всех столов, 4 игрока против, 2 еще, это самое, с двух сторон, либо я играл один против шестерых. Ну, это, как бы, типично, это тяжкая жизнь блогера, все хотят тебя трахнуть. Да. Как бы это странно ни звучало, а потом в солдатиков играете. Ваня с Лешей, хочу засветиться в этом репорте. Засветились. Засветились. Но, при этом, мы еще раз считаемся по остаточному обсеку, вот, а по остаточному обсеку... Помните, нужно на красной этой чистой линии. Да, кто остался, тот остался, вот. А у нас все равно больше, типа, обсека получилось. Ну, и, в принципе, если брать все столы суммарно, то нурглиты у нас заняли, по-моему, 6 районов суммарно. Вошли так хорошо. Ну, нурглиты очень хорошо вошли, да, на самом деле. То есть, типа, практически без поражений умудрились в этот раз. Вот. Правда, там были, конечно, мне понравилось, как люди сражались такие. На этом столе победили имперцы, и подошел мне, говорит, Юрец. Я говорю, Юр, ты был за нурглитов. Он такой, а, ну, победили нурглиты. Некоторые не знали, за кого они сражались. Это все дзинч. Да, вот. Но, да, то есть нургл успешно, на самом деле, десантировался. Достаточно, достаточно много территорий сразу же захватили. И, в отличие от других фракций, территории даже еще не подбиты ядерными бомбами. Надолго ли? Это уже другой вопрос. Да, уже не важно. Есть ядерные бомбы, нет. Мы там все, чем надо, засеем. Да. Пожнем и все вот это. Начнется гниль вот этой, там, ну, сады будут. Но. Да. Это был, как бы, суперэлитный премиум турнир, ивент. Ивент. Где можно было прокачку указывать. Да. Я получил сразу пять прокачек. Четыре за четыре детача, а одна, как бы, за то, что первый раз. Да. Вот. И я мог выбрать их, а не накидывать. Поэтому я такой, что интересно качать в Lord of Ireland. Само собой, в Lord of Ireland интересно качать его огнемет. Потому что, как бы, ну, это, ну, такое, так как не 2D6, теперь кидает 1D6. Но мало персонажей с огнеметами вообще есть, в принципе, да. Да. И огнемет уже сам по себе интересный. Там, Двинлинки, там, Антиинфантри, 2+. Пятая, по-моему, сила у него по базе. Пятая сила по базе. Есть под это интересные прокачки. Первое дело, я решил, как бы, я буду играть сто пудов в Плагмаринами, так что не нужно мне батллайны выбирать. Из... Ну, прокачка есть, типа, 2 батллайна обязательно на Спарк. А ты им за прокачку можешь их выбирать. Соответственно, я такой, типа, я могу удешевить, в принципе, Фрэнка. Не брать ему какой-то... Как это? Свиту? Бадигарды. Да. А просто дать ему лон оператив. Да, есть такая прокачка. И сжечь откуда-нибудь из задних рядов. Да. Вот, надо просто сделать огнемет побольше. Есть прокачка плюс 4 к рейнджу оружия. Я сразу 2 рейнджа накинул, сделав 20 рейндж огнеметика. А напоминаю, что с лона первой, тема, в 12 даже на противнике быть, чтобы выцеливать его. Да. И, как бы, естественно, дамаг сразу накинул, чтобы второй был. К сожалению, нельзя сделать больше. Да, дамаг можно единожды. Да, интереснее смотрелся. Там терминаторы уже начинали умирать. АП я поднял только на один, потому что в детаче, напоминаю, есть, как бы, в контагионе, то, что у тебя... Ну, справедливости ради, такими темпами ты скоро начнешь стрелять дальше, чем контагион твой есть. Да, но, как бы, кто-то будет там какие-нибудь факсы идти, а Фрэнк такой... Ну, да, то есть, типа, у тебя под тагионом уже, получается, третий с дополнительным АП. Так, значит, два раза... Два... Два рейнджа. Рейнджа. Дамаг. Дамаг. АП. АП. Лон оператив. Вот пять прокачек, которые я решил поставить. Вот. Куда дальше можно огнемет раскачать? Естественно, можно 24 рейндж, чтобы, типа, в твоем овервотч рейндже ты никто вообще не шевелился. Ну, да, чтобы страшно было. И понятно, что самая проблема огнемета это Д6. Количество атак... Огнемета можно прокачивать, да. Улучшение ЕС. Тем более, там стабильно накидываются они. Самое смешное, что можно еще накинуть, как бы это странно не было, бласт на него. Да, чтобы отряды получали сразу бонус. Да. И это будет неплохо, в принципе, выжигать. По дэмэджу можно мельту нафигарить, и тогда, вот, типа, 24 рейндж, 12 у тебя. Уже третий дамаг. Это эффект, четвертый дамаг. Или там можно и дальше раскачивать его, да. Да, мельта много. Мельта, она, типа, начинается с мельта 1, и дальше, типа, можно набирать ее. Вот. Другие, да, многие прокачки нет смысла, типа, там, састейнов, летлов нет смысла. Может быть, имеет смысл анти-кейворды качать, типа. Но это зависимости, кто тебя там сильно так пугает, что для чего они нужны. Потому что антиинфон 3.2 плюс у тебя есть. С другой стороны, можно силу качать просто тупо. Чтобы, например, технику. Ну, просто для техники долговато качать силу, типа, потому что у тебя сейчас пятая, там, шестая, то есть, типа, там, шестая, седьмая, восьмая, девятая, там, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, и ты, да, часть техники будешь пробивать на 3 плюс. И ход это в любом случае на 2 плюс. Ну, да. Может быть, имеет смысл анти-вейкл кейворд раскачать. С другой стороны, есть монстра, и тогда анти-монстр раскачивать. Ну, и у меня, так как есть твин-линки, то мне проще пробивать. Ну, да, у тебя ри-роллы есть, это прям хорошо. Там анти-вейкл 4 плюс уже замечательно. Ну, кстати, да, это надо всего лишь 2 раз взять, потому что первый раз берешь, получается, он 5 плюс становится. И потом, да, может, 2 раза взять анти-вейкл, например, и 2 раза анти-монстру еще тоже, чтобы все хорошо пробивать. И тогда эти вообще посарательные становятся на силу огнемета, так-то. Но, в зависимости, прокачки-то в дальнейшем, ну, кроме особых ивентов, у нас все равно выпадают, и там уже, конечно, что выпадет, то выпадет. Ну, вот. Я буду все, если мимо огнемета, просто до свидания. Не, ну, можно осмотреть, может, полезный, бери, Денис, когда мы внедрим наш сайт, там, типа, тебе нужны будут. Лишние броски, чтобы этот качать. Вот, ну, круто, круто. И если касаться игромеханики, то, конечно, нужно все-таки к таким миссиям, где у нас Super Heavy играет, чуть по-другому подходить. Мы подумаем, как, потому что именно то, что стягивание очков в одно место, получается, у тебя не совсем равноценно. Типа, у тебя стоит парень, нормальная армия на тысячу очков, а тут, типа, один танк. Ну, да, ну, как я и говорил, типа, звучит страшно, Феллблейд, но он концентрирует себя слишком много очков, типа. Вот. Поэтому, чтобы это было поинтересней, мы что-нибудь подумаем. Возможно, будет какой-то, прям, такой, типа, side-event, где больше микромеханики, которые мы заложим на стол. Чтобы это работало лучше. Ну, и, естественно, на этом мы не останавливаемся. Фрэнк будет дальше приключаться, ну, качать огнемет. Вот, поэтому не переключайтесь, встретимся с вами. Следующее включение с Gatch Secundus. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok